Креативные ёлки, световые объекты, фитокомпозиции, новогодние открытки, игрушки, выполненные из дерева, бумаги, ткани и других, порой неожиданных материалов, художники, дизайнеры и флористы представили на выставке «Эко-ёлка». У нас происходит сегодня открытие ежегодной выставки, она у нас уже второй год идёт по статусу международная, выставка, которая называется «Арт-ёлка» обычно, но поскольку в этом году год экологии, то в этом году у нас «Эко-ёлка». Новогоднего настроения выставки прибавили не только ёлки, но и цветные гирлянды и белоснежные снежинки, украсившие залы музея в ГОЭС. Для посетителей в день открытия организаторы приготовили дефиле самых юных моделей театра моды «Пикмалеон». Девочки продемонстрировали очаровательные костюмы снежинок, созданные студентами-четверокурсниками. Оригинальные авторские работы в разных стилях и направлениях подготовили не только профессиональные дизайнеры, студенты и преподаватели в ГОЭС, а также школьники и дети от 4 лет. У нас одна участница принесла 15 ёлок. Да, то есть она готовила это месяц, и она это вот всё решила показать на люди. Я её понимаю, потому что тема очень хорошая, заманчивая, но почему бы нет. Мнение жюри по поводу ёлочного креатива будет известно на следующей неделе. А пока музейно-выставочный комплекс в ГОЭС приглашает всех желающих вдохновиться новогодним настроением. Кстати, ещё одной предпраздничной экспозиции под названием «Зимняя открытка» можно полюбоваться на музейной площадке университета уже с 8 декабря. Дмитрий Беломеснов, Максим Антоненко, Новости на Восьмом.